Сделано своими руками, с любовью и знанием дела. К продукции участников кубанской ярмарки эти слова подходят как нельзя лучше. Лучшие образцы своего труда на седьмой агропромышленной выставке представляют 24 фермера, агрария и винодела Анапы. Экспозиция виноделов курорта традиционно выделяется на общем фоне. К оформлению подошли с душой, так как искренне убеждены, Анапа – лучшее место на земле для изготовления напитка богов. Это одно из лучших мест на земле для выращивания винограда. И это более двух тысяч лет люди здесь выращивают виноград. И нам надо заниматься этим обязательно. Потому что, к сожалению, проблемы виноделия у нас в стране существуют. И наши небольшие попытки делать настоящее качественное вино, я думаю, нашим населением будут приняты на ура. Еще только предстоит завоевать рынок и покорить сердца покупателей Дарьи Марчук и ее помощницам. Относительно новое даже для Анапы направление – устричное хозяйство. Морской деликатес, выращенный в водах Черного моря по вкусовым качествам, не уступает аналогам из-за рубежа, а по цене – наоборот. Продукт доступный. Несомненно, такие мероприятия позволяют нам показать себя, позволяют донести до человека непосредственно свежий продукт, для того, чтобы он попробовал впервые в своей жизни, и он ему действительно понравился. Ну и, конечно, реклама – это стопроцентный результат. Очень много людей о нас узнают на таких мероприятиях. Любое такое начинание будет поддержано, комментирует исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков. Это развитие предпринимательства и настоящее импортозамещение. Есть поручение губернатора, оно касается всех, всех глав муниципальных образований. Мы должны у себя в первую очередь реализовывать продукцию краевых товаров сельхозпроизводителей. То есть наш производитель, который выращивает вот это, мы отвечаем за то, чтобы он получил реализацию. Независимо ни от чего, от сосиски до устрицы, от молока до воды. Сегодня что получается? Часть регионов впитала эту информацию, я имею в виду, муниципальных образований и продвигает. У нас тоже продвигается, но я зачастую вижу в предприятиях общественных питаниях вода, которая даже не с Российской Федерации. То есть у нас еще предстоит большая работа. Местное сырье должно стать основой для перерабатывающих предприятий. Об этом Юрий Поляков говорит с продолжателем семейного дела из Юровки. Продукция местного рыбзавода пользуется спросом. Но используется наших местных краевых производителей? Да, конечно, Краснодарский край, Тимошевский район. Вот, отлично. Азовское море, Тарань Азовская, допустим, тот же Судак Ахтализовский, это все вот лиманы, трубы наши местные. Ну да, Тимрюкский район, отлично, да. То есть важно что, чтобы сырье, которое вы берете, использовалось наших краевых производителей. Внимание покупателей – лучшее подтверждение высокого качества анапской продукции. Мы часто бываем в Анапе, потому что у меня там живет сестра. Буквально неделю назад мы оттуда приехали, и мы всегда покупаем там рыбу производства Юровского завода. Удивительно вкусная рыба, я вообще рекомендую всем, очень вкусная. Я даже случайно увидела, что здесь на выставке этот завод представляет свою продукцию. Вот сейчас подошла и хочу с удовольствием купить. Исполняющий обязанности главы Анапы обошел все анапские стенды, поприветствовал их участников и нашел время, чтобы обсудить с каждым нюансы производства. Между тем праздник только набирал обороты. С главной сцены кубанской ярмарки посетителей и аграриев приветствовал глава региона. Нужно сделать все возможное, чтобы эти продукты, питание, товары, вот те фрукты, овощи были на столах каждой кубанской семьи. На столах у каждого жителя нашего края. Ну и конечно, на прилавках магазинов и не только в нашем крае, но и за его пределами было как можно больше кубанской продукции. По данным Краевого Минсельхоза, в первый день ярмарку посетили 12 300 человек. Фермеры реализовали свыше 86 тонн продукции.